Вообще, желательно, чтобы он защищал свои убеждения. Желательно. Но очень часто люди не готовы слушать. Вообще, секрет взаимоотношений, он в том, чтобы слышать другого. Вот, секрет веры в том, чтобы услышать другого. А поскольку речь идет о клевете на церковь, вы понимаете, это нужно перейти определенную грань, чтобы на церковь клеветать. То есть, ведь человек, который клевещет, он верит в свою клевету. Ну, если он уже... То есть, обычно это так происходит. Он как бы верит в это. То есть, он поверил в ложь. Это же как есть с дерева познание добра и зла. То есть, дерево приносит знания. Оно вожделенно. Это вожделенное дерево. И на самом деле, это же гонение, в общем-то. То есть, словесное гонение на церковь, на тело Христово. А как написано в Нагорной проповеди, чтобы мы поступали с гонителями? Благотворили, да? Благотворили и молились за них, за обижающих, за гонящих вас. То есть, написано вот. Но защищать, тем не менее, свои убеждения надо. Вопрос, как защищать? Защищать спорами? Нет, конечно. Вот защищать образом жизни? Защищать глазами горящими, горящим сердцем от прикосновения, от присутствия Божьего. Защищать своей жизнью, своей репутацией христианской. Защищать своими добрыми делами. Опять же, написано, как тогда светит свет ваш при людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, да? И апостол Петр в Торе словам Иисуса говорит, что люди, которые будут видеть доброе, они будут заграждать уста невежества безумных людей. Все же написано, на самом деле. Просто нужно прочесть и применить, конечно. И поэтому я лично, я лично, вот как Дима, я за то, чтобы, конечно, люди защищали. То есть я склонен защищать. Но не всегда это получается. Поэтому смотришь всегда по ситуации. Иногда ты попытаешься защитить один раз, два раза, встретишься, объяснишь. Один раз, второй раз. И потом понимаешь. Оставь, потому что это ценности человека. То есть если для меня, например, ценность церковь, для меня ценность собрания, а для него не ценность. Или для него ценность вот это собрание, а вот это собрание для него не ценность. Вот эта церковь для него ценность, а вот это непонятно что для него. И я попытаюсь его убедить и попытаюсь пойти до конца в этом. Но это, к сожалению, не всегда получается. И поэтому некоторые люди изменяют свое мнение спустя время, а некоторые не меняют никогда. Но мы все-таки должны сделать максимум для того, чтобы человека обратить к истине. Обратить к истине, и за это получим награду.